Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 мая. Вот сегодня я дошла наконец-то до моих сгоревших томатов. Обещала показать вам последние два дня. Вот смотрите, это тот демидов, который я высадила, высаживала 8-9 мая. Потом 17 мая, 13-15, 16-18 мая были у нас морозы. Я показывала, что они у меня все замерзли. И я говорила, что я не буду их обстригать, буду ждать, когда они восстановятся. Вот прошло чуть больше недели, дней 10. Хочу сейчас вам показать и рассказать, как они восстанавливаются. Ну, конечно, по внешнему виду уже видно, что у них появляется зеленый оттенок, был вообще желтый и коричневый. И знаете, что самое интересное? Те листья, которые вроде бы как предполагалось обрезать, вот эти были почти все сгоревшие на морозе, их многие в таких случаях обрезают. И они стали обрезать и сказали, что вот эти вот остаточные кусочки, фрагменты оставшиеся листовых пластин, они помогут растению. И что самое интересное, листья начали восстанавливаться, и вот те части, которые были сильно-сильно обморожены, ну, вероятно, не до конца, они начали приобретать, видите, прям... Сначала они желтеют, потом они зеленеют, и уже получилось, что у них листья сейчас оказались намного больше, чем были в тот день, когда они были обожженные. Я-то думала, что они вообще все засохнут и отпадут. Но вот все-таки у Демидова удивительная вот такая способность восстанавливаться. Листья почти целые, вот смотрите, целые листовые пластины. Единственное, что вот они еще фрагментами желтые, но я думаю, они придут в себя. Вот какая у них все-таки стойкость, жажда жизни. Некоторые листья прям восстанавливаются полностью до зеленого цвета, хотя когда были замороженные, тут зелени вообще не было. И что самое удивительное, они не сильно пока растут пасынки, а восстанавливаются именно вот эти вот листовые пластины. Если пройти дальше, вот некоторые прям вообще такие хорошие листики. Но я, как всегда, опять по-прежнему говорю, что обрезать ничего я не буду, буду ждать, когда восстановится. Тут единственное, что точка роста, вот эта макушка, она у них замерзла, и урожай, скорее всего, все-таки будет на пасынках. Так пасынки вот вылазят хорошие такие, толстенькие. Но пасынки ясно, что зеленые, сейчас у нас стоит тепло. И так как корневая система у них хорошо развита, пасынки растут хорошие, не слабые. Все вот это быстро я вам просто показала, что гемидов восстанавливается, конечно, не как в сказке, не по взмаху волшебной палочки, но все равно разница ощутима. Я для того, чтобы вы сравнили, если сейчас найду времени, вставлю кусочек того видео, где я показывала, когда они были подморожены, именно в тот день, когда они замерзли. И вы сравните и посмотрите. До свидания. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 июня, и я вот подошла к гемидов, вот к этим обгоревшим моим томатам, которые очень замерзли на морозе, и хочу вам показать, как они восстановились. И я сама удивилась. Я вот назвала восставшие из пепла, это действительно так, потому что у них были листья вообще полностью, у некоторых такие, что, сейчас покажу, что начиная сжимать, они вот так вот, как рассыпаются, как пепел. Я неделю примерно назад снимала видео, как они восстановились, но не успела выложить, потому что у меня с интернетом, тут он медленный, не успевая все видео, которые снимаю, выкладывать, сегодня просто пришла досадить тут оставшиеся вот томатики, посмотрела и обомлела. Вот если сверху смотреть, даже не видно, что они были когда-то заморожены. Представьте, уже кисти такие же, опять у них бутончики, все как было. И, кстати, ну как, на всех так дружно все это. Я такая подошла, слов нет. И я начала их расковыривать, я даже не могла понять сначала, или это та же верхушка восстановилась, или это выросла новая. Вот все тут у них расковыривало, чтобы провести анализ, посмотреть. И увидела, что все-таки та первая верхушка, которая должна была быть, вот она, она погибла, ну, цветочки совсем замерзли. Это так быстро вырос уже лидирующий пасынок. Он вырос уже намного больше самого томата, чем он там был. Он уже весь тоже в этих бутончиках, как вы видите. Тут его догоняет уже второй такой же пасынок. И такая ситуация на всех томатах, у кого, видите, вот они уже, бутончики. И, значит, это очень хорошо. Я вот в предыдущем, как говорила, что я не обрезала вот эти листики, которые были вроде бы совсем замерзшие, но они потом отошли. Они, вероятно, вот эта сильно мощная корневая система, и остатки вот этих листьев помогли томатам быстро-быстро восстановиться. И теперь, глядя на них, уже не скажешь, что это вот те замерзшие, обгорелые. Смотрите, какие зеленые, хорошие кустики. Все, вот этот демидов, ну, больше показывать смысла их нет через каждую неделю. Я теперь буду показывать, когда они будут с плодами. Но, как я и ожидала, все восстановилось хорошо. Конечно, у них будет какое-то отставание от тех, которые не замерзали. Но все равно, у них уже цветочные бутоны. А у нас, хотя еще начало июня, так что они догонят. Хотя бы тех, кто сейчас высаживает только в грунт, они, наверное, даже лучше их будут. Вот видите, я высаживаю вот этих сейчас малышей последних. Они, наверное, не скоро вырастут. Но они нужны, это сорта на развод. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok